МОНТЕ КАРЛО Пришел цирковой фестиваль, 39-й международный фестиваль. Фестиваль Монте-Карло – это главный цирковой фестиваль в мире. Это своеобразные олимпийские игры цирковые. Весь пьедестал почета заняли наши артисты. Все три первых места. Если бы это случилось в спорте, об этом поговорили все. Если бы это случилось в театре, об этом поговорили почти все. Это случилось в цирке, об этом не говорил никто или говорил мало кто. Нам показалось это несправедливым. И это повод для того, чтобы поговорить много о чем. Потом мы поговорим про всех. Я хочу сказать, что первое место заняла артистка, которую зовут Анастасия Стыкан-Федотова, номер дрессура лошадей. Я попробую по ходу эфира понять, как надо дрессировать лошадей, чтобы получить первое место на олимпийских цирковых играх. Говорите, мы сегодня будем о цирке. И каждый раз, представляя гостей программы, я задаю вопрос в прологе. Один и тот же вопрос. Прошел на него коротко ответить, а дальше можно как угодно говорить, сколько угодно говорить. Вопрос у меня очень простой. Зачем сегодня человеку идти в цирк? Что такого может сегодня найти человек в цирке, чего больше нигде нет, потому что огромное количество развлечений? Я представляю первым нашего гостя Максим Никулин, генеральный директор и художественник Московского цирка Никулин в Цветном бульваре. Итак. Зачем ходить в цирк? Ну, логичнее было бы спросить, наверное, у человека, который ходит в цирк. А вы туда ходите каждый день? Я там работаю. Мне кажется, что в цирк сегодня ходят за тем, чего не хватает, за честность. Потому что устали от фотошопов, от монтажей, от фальсификации, от прочего. А это очень честное искусство. Тут ничем не скроешь. Манеж круглый, видно со всех сторон. Под фонируем, пока рот не пройдешь. И сальто диск, короче, под куколом. Интересный какой ответ. Цирк ходит там не за весельем, не за детством, а за честностью. Это интересный такой ответ. Странно мне говорить эти слова, вы меня поймете. Я представляю следующего гостя. Его зовут Юрий Никулин. Юрий Максимович Никулин. Начальник отдела рекламы и специальных проектов Московского цирка Никулин на Цветном бульваре. Внук, как вы догадите, Юрий Владимирович Никулин. Зачем сегодня народ ходит в цирк, как вам кажется? Или вы против папы уже? Нет. Конечно, лучше ты вряд ли скажешь. Уда с плюрализмом. Да ладно. Наверное, за теми эмоциями и впечатлениями, которых они не могут получить вне цирка. Это и адреналин, это и улыбку, смех, радость. И, как вы сказали, наверное, для взрослых это возвращение в детство, это уход от проблем, которые присутствуют в жизни каждого. А здесь они на два часа. Я, наверное, на ваш попозже спрошу, а насколько тяжело вообще рекламировать цирк? Вот это просто я попозже расскажу. Борис Владимирович Федотов, дрессировщик, создатель и директ международного молодежного фестиваля конкурса циркового искусства, заслуженный артист России. Сейчас я напрягусь. Не скажу вашу профессию. Шпрех, штальмейстер московского цирка Никольна. То есть это тот человек, который, собственно, выходит и говорит добрый вечер, из которого он человек, хозяин Манежа. И так, говорит, Борис Владимирович, зачем человек ходит в цирк? Ну, во-первых, я присоединяюсь к сказанному Максиму Юрьевичу, и Юрию Максимовичу. Юрия Максимовича. Вот. Но я также считаю, что что 100 лет назад, что 50 лет назад, что сейчас люди идут увидеть то, чего, во-первых, они сами не могут себе позволить в силу своих каких-то физических данных. Короче, хотят посмотреть на красивых, молодых людей, которые умеют делать то, что не умеют делать вот эти люди, которые пришли в цирк. Скажите мне, кто хотите, вот такой событий. Оно произошло уже какое-то время назад. Три первых места на главном конкурсе цирковом в мире. Вообще тишина. То есть, может быть, где-то в новостях что-то сказали, но вообще тишина. Хотя это повод стране гордиться. Это говорит о том, что цирк живой, что у них... Почему так происходит? Я не знаю. Ну, как, вот с вашей позиции... С нашей позиции, понимаете, вот, если сравнивать разные цирки, в цирке, в мире цирков, национальных цирков всего два. Это российский и китайский. Самые мощные, самые продвинутые, самые интересные, саморазвивающиеся цирки. По-прежнему мы лучшие в мире. Что доказывает практически все фестивали. Как и Китай, так и Россия. Наши цирки порождены из системы тоталитарной. Государство вкладывало большие деньги в советский цирк в свое время. Потому что он был инструментом политическим. Мы цирком доказывали, что мы впереди планеты всей. И в этом преимущество системы социализма. Китайцы продолжают делать то же самое. Мы перестали, но старшему стареть неинтересно. Это же все от того, что мы все знаем, сколько медалей получила наша женская сборная по Керлингу. А сколько мы привозим с фестиваля, не знает никто. Спортсмены встречают у трапов самолетов с цветами, с камерами, с диктофонами. А наши приезжают скромные, спокойные. Почему? А почему государство... Потому что нет интереса со стороны государства. Почему? Я спросил вопрос государства. Скажите, пожалуйста, Максимович, как... Юрий Максимович, очень трудно вас не перепутать. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, человек, который занимается пиаром, есть какая-то ошибка? Может, плохо пиарит цирк это все? Или ошибки никакого нет? А вот то, что говорит ваш папа, это и есть причина. Государство не интересует цирк. Непонятно для меня почему. Ну, здравствуй, я про государство сказать не могу. А что касается СМИ, постоянно, то есть первым делом, как только известные результаты, сразу же я звоню там и в Рео Новости знакомым, и пишем и в Москву-24, и в наших соц. страницах вся эта информация появляется. Напишут небольшую статью. Последний раз даже написали с такими же дикими ошибками, что сложилось впечатление, что писали с пиану. То есть... Может, оказывается... Ну, может быть, да. Это вы сказали, что не я. То есть прессе тоже не интересно. Нет. А я вам скажу, что интересно прессе, к сожалению. Прессе интересно смотреть что-то новое. Ну, смотреть себе интересно, да. Я вам скажу, что интересное прессе. Мы делали программу, авторская программа, мой сыр выходила на канале Культура. Закончился контракт, мы сделали больше 100 выпусков. Она перестала быть интересна даже канала Культура, тема цирка. Один из каналов... Да, на первом мы выходили, 48 программ, форум мы сделали, после чего контракт закончился. Сказали, знаете, не наш формат. Что такое формат, я человек телевизионный не понимаю. Все равно. Один из уважаемых представителей, уважаемого канала сказал, смотри, ну ты не понимаешь, нужно другое. Вот если бы ты рассказывал, как слон затоптал 20 зрителей, лучше 30, конечно. Вот это наше, да. Как Тига откусил голову. Не могу понять. Завтра будет эфир. Я не понимаю, но это же просто очень интересно. Ну вот женщина, сейчас мы выясним, у ее дедушки. Ну не мне, а вообще это интересно. Дефорвод. Скажите мне, пожалуйста, я к вас один раз на этом эфире прощусь как к деду. Можно не как, не как, вот как это слово, что вы знаете наверняка про номер внучки, вот этот, который человек получил золотого клоуна на крупнейшем конкурсе мира. А что такое есть в этой дрессуре лошадей? Просто номер лошадей, по-моему, это древнейшие, да, наверное, номера с лошадьми? С этого, наверное, все начиналось. В Европе, да, церковь вышла с кодухой. Что такое она смогла сделать, что такой номер победил? Ну вот, там придумали даже название этому жанру, психологическая дрессура. Значит, номер, ну, может быть, кто-то видел, потому что этот номер целый сезон работал в церкви Никулина, она работала в программе. Значит, ну, дело в том, что она работает, во-первых, без какого-либо насилия над животными. Значит, она, ну, может быть, это не очень... Ну, короче, это жребцы, они не кастрированы. Это я почему говорю, потому что вся Европа, в основном все работают на выложенных животных. То есть она лошадей любит? Это даже... А она больше любит людей. Она себя, по-моему, так не любит, как любит этих лошадей. А почему психологическая дрессура? Ну, вот вы знаете, просто я приведу пример, когда она вышла первый раз на манеж в Монте-Карло, я как-то был испуган даже, потому что зрители сидели молча, в тишине полнейшей. То есть музыка и ее работают. Зрители... Даже те моменты, когда вот у нас она работает в России, когда там музыка начинает немножко там давать под хлопки, начинают хлопать. Здесь полнейшая тишина. Знаете, стало жутко. Потому что зрители сидели и смотрели. Я думаю, что же они все... Они думали, что у них какие-то чипы вживленные. Там в уши лошадей или что. И они пытались понять, как она управляет. Потому что она делает вот такое движение. У нее нет хвоста? Нет. Нет хвоста? И лошади голые. Без уздеечек они вообще полные. И одолобие не сидел, не черт. Причем... Природа. Самое страшное было то, что лошади, они стоят, живут в деньниках, в таких больших стойлах. И они всегда между собой общаются. Ну, то есть они у каждого отдельно, но они видят друг друга. А здесь получилось так, что они друг друга не видели. То есть они стояли рядом, но была глухая стенка. И это чуть не сорвало номер. Потому что они, когда они общаются между собой, они это делают постоянно. А здесь у них общение происходило только в манеже. И они стали разговаривать. Им не хотелось выступать, а они стали общаться. Чудесные какие существуют. Потом вы понимаете, что такое полувозрелый жеребец. Это, в общем-то, и у людей так же бывает. И когда они вдруг начали пощипывать друг дружку в манеже, я уже... Ну, все. Все. Чем? Ну, невозможно ничем остановить это. Смотрю, она что-то там поколдовала. И раз... А ваша внучка как-то объясняет, как она общается с лошадьми? СМЕХ Что вы так смираетесь? Вам объясняют? Нет. А до никому что-то объяснить. Как они? Не знаю. Какие-то там семинары проводят, куда-то ездят, что-то... Ну, вот ей сейчас 26 лет. У нее, кроме лошадей, в голове нет ничего. Я хочу назвать еще людей, потому что... В голове в голове. Людей, которые получили... Мы говорили про вот эту замечательную актрису Анастасию Стакан-Федотову, которая получила золотого клона. Но там был еще Аркадий Шатиров с номером акробата на русской палке. Это что-то тоже уникальное, если вы знаете про это? Это жанр, который родился в Советском Союзе, в России. Он называется акробата на шестах. Русская палка – это такое название профессиональное, цирковое. Домер очень сильный по трюкам. Очень интересный. Там тройная палка у них, да, по-моему? Нет, давай. Два и два. Да, два, две. Пара шестов. Но вот по трюкам... Ну, это наша традиционная русская. Это наша школа, наша... Ну, там уникальные трюки. Там уникальные трюки. Там два трюка. Да, четыре сальта вперед. Вперед, да. Никто в мире не делает. Вообще, правда, замечательно. Когда на телевидении мы обсуждаем, мы не можем это показать, потому что это не снято. Вот мы... Вот показать лучших цирковых артистов России мы не можем. Поэтому мы вам рассказываем на пальцах, кто куда верт. Это же... Серебро завоевали акробаты на встречных качелях под руководством Алексея Пронина. Иконно-акробатический номер джигита под руководством Якова Эхка. Еще одни лошади победили там. Это разные жанры джигитовки. Это одно казак их называют. Скажите, пожалуйста, а может быть на самом деле в нашем таком суетном мире... Мы сейчас, конечно, можно всех обвинять, но в нашем суетном мире людям... Вот вы сказали, зачем люди ходят в цирк? А может быть им неинтересно все на самом деле, вот зрителям? Может быть им на самом деле сейчас другое какое-то время, им интересны политические разговоры, им интересны там... Или нет? Да я не думаю. Да другому не мешают. Это разные вещи совсем. Понимаете, если каждый вечер у нас полный зал, значит, вот эти вот 2000 человек предъявлены чем-то руководствовались. А на Вернадске еще больше зал. А можно прийти в кассу сегодня и купить билет на сегодня? На сегодня нет. На сегодня... Ну, вы знаете, как бывает. Это как повезет. Потому что бывает, когда люди снимают вроде последний момент. Или какой-то возврат приходит. А так на сегодня нет. На конце месяца у нас билетов нет. А вы начали вчера. Бывает дефицит билетов, бывает дефицит зрителей. У вас дефицит билетов. Да, и это хорошо. Это, правда, порождает другую историю, которую все дружно подхватывают. Спекулянты. Ну, это как раз проблема плохая, но говорит о том, что цирк популярный... А помните Булгаково, да? Очередь сбилась с Посадовой. И в голове ее стояло 40 самых известных в москве театральных барышников. Юрий Максимович, я хочу у вас спросить. Когда человек рождается... Его зовут Юрий Никулин. У него есть шанс стать физиком, химиком, вообще кем-нибудь вне цирка? То есть вы свое призвание понимали... Батани. Ну, физиком и химиком я, как и математиком, стать не мог, потому что это не мои науки. Я этого не люблю и не понимаю. Но вариант не пойти в цирк был у вас? Был. То есть никогда никто меня, ни родители, ни бабушка, девушка никогда не заставляли. И не говорили, что ты должен, ты обязан продолжать. Всегда было на мое усмотрение, это мой выбор. А почему? Ну, пиаром можно заниматься в разных местах, а почему в цирке? Пиар это пришло чуть позже. Сначала-то я начал заниматься спецпроектами. У меня должен быть менеджер по рекламе и спецпроектам. И, то есть я... Сначала я вообще пришел в цирк администратором, проработал месяц, понял, что мне это неинтересно, и уволился. То есть... То есть вы пришли к папе, положили заявление об уходе? Да. А что вы сделали? Подписал. Подписал. А не стали уговаривать, там, говорить? Сынок, подумай. Нет, не стал. Аризонт никакого, понимаете. Потом я сам видел, что это не его тема. А почему потом вернулись? А потому что потом появился интересный проект. Когда мне вот Максим Юрьевич предложил в нем принять участие, я понял, что вот это мне уже интересно. А Юрий Максимович к вам на работе обращается, Максим Юрьевич? На работе, да. В общем, я к отцу тоже обращался, Юрий Владимирович, при людях. А вообще, как называли все его ЮЭ? Нет, ну, есть работа, есть дом. Мы сейчас поговорим о проблемах цирка, потому что я не первый раз веду эфиры про цирк, я всегда знаю, что это эфир про проблемы. Всегда. Но я, прежде чем это сделать, хочу вас, Борис Владимирович, спросить. Как, с вашей точки зрения, вы видели много поколений артистов? Вот артисты, которые были при советской власти сейчас, вот по-человечески, по отношению к профессии, профессии отличаются или ничего не изменилось? Ну, во-первых, изменилась, как вам объяснить, романтика. Потому что, например, когда я пришел в цирк, это было 50 с лишним лет назад, тогда была романтика вот каких-то взлетов, полетов, накачанного тела, мышц. Когда я, помню, пришел в цирковое училище, когда девочка слезает с трапецией, снимает акробаты, когда туда кровь выливает, одевает и лезет опять, вот для нас, для молодежи, для молодых, да, вот это была романтика, вот это классно, вот это все. А сейчас? А сейчас другое. Сейчас, вот, это опять-таки я никому не пытаюсь навязать этого мнения, но я так считаю, потому что сейчас немножко сменилось, потому что сейчас уже интересы другие у молодежи. А сейчас романтика чего? Сейчас, вот, я считаю, что надо обязательно показывать молодых, состоявшихся молодых людей, артистов, такие есть. Вот мы уже о них сегодня говорим. И то, что благодаря своей вот этой профессии, они могут иметь, получить в жизни то, что может получить человек, находясь в любой другой профессии. Я имею в виду и хорошую одежду, и хорошую машину, и квартиру, и семью, и все. То есть человек может. То есть сейчас романтика материальных вещей? Да. Но тоже романтика или не романтика? Я думаю, что это романтика, потому что человек вот тогда есть, все равно должно быть к чему-то стремление, человек должен к чему-то стремиться. Ну, что у нас вот сделал три сальто, через год пошли уже, хопа, а давайте четыре сделаем. Сделали четыре, а что теперь на пять не броситься? Вот этого предела, предела вот этому нет. А вы тоже ощущаете, как руководитель церкви, изменения внутреннего человеческого артиста? Ну, безусловно, потому что все медеется, поколение медеется, и менталитет медеется. И я другой, нежели мой отец, а мои дети, они такие, как я. Это само собой. Я не совсем согласен с Борисовичем в том плане, что, да, романтика, вот, приоритеты могли поменяться, основные, но самое главное осталось, понимаете, при чем мы делим мирно, цирковых и не цирковых? Почему именно эти люди приходят и работают? Почему именно они сегодня тоже достаточно крови, достаточно костей и пота на эту ходить? Без этого невозможно. Почему именно они, и не другие? Что они хуже или лучше? Нет, они другие. Они цирковые. С вашей точки зрения, главное качество циркового человека? Ненормальность. Здоровая такая. Я хочу сказать, что главное качество телевизионного человека тоже ненормально. Естественно. Но это, наверное, разные ненормальности. Да, разные ненормальности. Поэтому, получается, телевизионные люди или цирковые люди. А вот характеристика ненормальной цирковой в чем? Ну, кто заставляет человека лезть на воздушный полет, на мост и несколько раз надюй рисковать жизнью? Там же страховки никакой нет. Сетка, она... Да, она спасает, но не сильно страхует. Или входить в клетку с дикими зверями. Да, они дрессированы на дике. Или на воздушном аппарате вообще без страховки, без лоджи, такие как полотны или ремни. И здесь трудно объяснить, понимаете, и ведь... Они же молодые совсем сегодня. Я могу сделать разницу. Понимаете, когда цирковые дети, вот моего поколения, например, рождались в опилках, они были вынуждены, обречены с момента рождения работать в цирке. Нет, вот ваши дети говорят, нет. Такое время-то прошло сколько? Все поменялось, я же с этим и начал. Другая совершенно страна. Почему я тоже не стал цирковым ребенком в полном объеме? Потому что у родителей было преимущество перед другими их коллегами. У них вот одна комната в Москве, и бабушка, в которой он со мной сидел. А так бы я с ним мотался по городам, по общагам, по... Понятно, да. Юрий Максимович, я хочу вам задать вопрос, который я, конечно, должен задать вашему отцу, но мне интересна ваша точка зрения. С вашей точки зрения, какая сегодня главная проблема не цирка Никольна, а российского цирка вообще? Это проблема денег, проблема людей... Молчи, молчи. Как вы сказали, плюрализм. Проблема денег, проблема людей, проблема внимания. Вот с вашей точки зрения. Проблема нехватки и недостатка внимания со стороны прессы, если уж выбрать меня. Ну, государство. Скорее, к дирекции. На моем уровне, да, это нехватка внимания со стороны прессы. Мне интересно. Много раз предлагали проект, потому что у нас в цирке... Мы не закрыты. Пожалуйста, если интересно снимать, как устроен купол, пожалуйста, пойдем на колесники. Если интересно, как там устроено под манежем, тоже не вопрос. Как живут звери, пожалуйста, у нас все открыто. Но людям это неинтересно. Им интересно вот что-то, я не знаю, как Мартимир Ильич сказал, сколько человек затоптал слон. Или там, у нас ребята упали несколько лет назад. И все, у нас анфилаги со всех телеканалов. У Морис Лавича, когда он работал на ВДНХ, еще был, со своим цирком стоял, так там кто-то пустил утку, что слон голодает. Его слон. Так через 10 минут были все каналы, все камеры, все готовы были заплатить деньги, только чтобы сидеть этого слона, который нормально совершенно себя ощущал. С вашей точки зрения, как директор... Скандал нужен сегодня. ...как директора цирка тоже главная проблема? Это не проблема денег или талантов, а проблема невнимания? Да, безусловно. Потому что раньше вы говорите, пиар. Что такое пиар? Пиар – это деньги, это очень большие деньги, на самом деле. Если этим занимается государство, у нас, мы частная компания, у меня просто нет этого в бюджете. Мы своими силами на контактах, на знакомствах, на хорошем отношении пытаемся как бы все это делать, потому что без этого нельзя. Не говорить, что мы хорошие лучше всех, а просто напоминать людям, что есть цирк. Вместе с мюзиклами, с выставками, с шоу-программами и прочим. Вы понимаете, что мне ваше мнение тоже по этому поводу интересно, как очень опытного человека. Тоже вам кажется, что в этом вся проблема? Потому что многие люди считают, что проблема-то главная, как всегда, у нас в стране – это в деньгах. Вот нет денег. Вы вообще про деньги ничего не говорите. Вы говорите про него. Это действительно с вашей точки зрения так же? Я считаю, что это весь комплекс, который был назван, по чуть-чуть, от каждого по чуть-чуть. Проблема в отсутствии внимания со стороны... Знаете, все же сверху. Когда человек, который чуть-чуть ниже всех, кого сверху понимает, что там это неинтересно, он не будет этим заниматься. Потому что ему это неинтересно. Инициатива у нас по-прежнему еще может быть наказуема. А раньше, если вы помните про артистов, снимались фильмы, художественные фильмы. «Полосатый рейс», «Упродитель цитиров». Документальная. Юрий Никулин, «Солнце в авоське», «Карандаш и Клякса», «Невыкновенный отель». Много было разных. Делались голубые гоньки, передачи, программы. Выходил журнал «Советская страна» и «Цирк». Сначала «Советский цирк» вообще. Была организация, которая называла Мюро пропаганды советского циркового искусства. То есть занимались люди профессионально раскручиванием и имен, и искусства в целом. Поэтому сегодня мы помним все и Кио, и Запашных, и Маяски, и Зелатовых и так далее. Вы сказали, что есть два национальных цирка, русский и китайский. Самый знаменитый цирк, который знают все, и он самый знаменитый во всех рейтингах, это канадский цирк, который называется «Дюссалей». Что такое они могут делать? Им же государство не помогает? Еще только помогает. Расскажите тогда. Расскажите. То есть, подождите, потому что у нас ощущение, что это такой замечательный частный цирк, который что-то такое имеет. Правильно, замечательный частный цирк, у которого куча спонсоров, у которого есть дотация от правительства Канады, у которого есть дотация от правительства Кибека. Потому что они себя... Мы сейчас говорим уже не про деньги, мы говорим про внимание государства в другое. Почему цирк Дюссалей суперзнаменитый? Понимаете, когда у меня есть 5 миллионов рекламу, я могу сделать любой цирк суперзнаменитым в России. Здесь никакой проблемы нет. То есть, все-таки все опирается во внимание, а внимание... Рекламная, пиар политика, конечно, только деньги. Сегодня это только деньги. А Дюссалей действительно лучший цирк в мире? Нет. А что в нем такого, что он не лучший? А в нем нет ни лучшего, ни худшего, он просто другой. Нельзя сравнивать Ранкали, Дюссалей, или цирк Арлен Грюса, или Флекфляк, или московский цирк Никулина на Святом Бульваре, цирк на проспекте Вернадского. Это разные направления. Это разные цирковые истории, это разные видения цирка. Дюссалей это абсолютный пример классной, грамотной пиар-акции. Это люди, которые... Я готов уважать безумно истинно шляпом и перед Гилей Либерте, и перед Жилем Санкруа. Не знаю, что они это придумали. Они ничего не придумали. Они начали свою карьеру с того, что купили Шапито, набрали программу, такую средненькую, поехали в Израиль. Сгорели к чертям, оставили там Шапито, и уехали практически без штанов. Тогда они пошли по другому пути. Они нашли серьезных, влиятельных и богатых людей и убедили их в том, что нужен новый подход. В принципе, вот все эти идеи, дюссалей, они дни ими придуманы. А новый подход в чем? В цирке. Он в чем выражен? Какой был политический их шаг? В чем они убедили правительство Канады, например? Тем, что цирк – единственное искусство, которое объединяет людей всех, и богатых, и бедных, и темнокожих, и желтокожих, и блендолицых. То, что здесь нет политических распри. Это для всех, для детей, для семьи. А снова мир – это семья. Вот на этом они получили первый толчок. А дальше первое шоу «Сальтибанка», которым ставил «Драгон», великий режиссер, я считаю. А спонсоры у них были IT&T, Рэнксерокс, Американ Экспресс и так далее. Монстры. С этим подпором, с этим, так сказать, можно сделать все, что угодно. Понимаете, ведь остановить полет фантазии может только одно – бюджет. Это я могу сказать, как нераверный директор. Нет, отсутствие фантазии может остановить полет фантазии. Ну, мы с такими людьми общаемся, мне не интересно. То есть, если вам дать много денег, знаете, как в русском... Много не надо. Раньше было в России так тысяча, а потом тьма. Потому что больше тысяч... Вот если вам дать тьму денег, то цирка Никуя на Цветном бульваре, что с ним будет? Не нужно тьмы. Нужно столько, сколько нужно. И что тогда будет? Что их не хватает? И что тогда будет? Тогда будут совершенно другие костюмы. Тогда будет совершенно другой свет и звук. И в результате что? Вот эти люди, которые придут к нам, они увидят качественно и новое зрелище. Вот мы открыли сейчас премьеры «Королевский цирк». Это отдельный вопрос у меня. Отдельный вопрос. Но я сейчас не об этом. Я рад премьере, рад программе, мы к этому долго шли. Кстати, достаточное количество денег вложили. И мы тоже, я говорю уже про Геви и Радзе. Но вчера один мой знакомый, желая сделать мне комплимент, я его хорошо знаю, ему очень понравилось. И он сказал, наконец-то я вижу русский Нью-Солей. Я его чуть не убил. Потому что никакого отношения к Нью-Солею, то, что происходит в Манеже, нет. Просто есть новое. Есть новый подход. Есть новое видение. Есть новая трактовка искусства цирка. И подача цирковых номеров. Это Нью-Солей. Просто у нас все, что не дивертистный, все уже не Солей. Вот это обид. Как вам кажется, Борис Владимирович, я уверен, что вы скажете, что Московский цирк на Цветном бульваре соответствует мировым уровням. Абсолютно. В чем? А все. Давайте, вот, любой, любой, здание. Если бы дали больше денег, был бы лучше свет, были бы лучше костюмы. Я объясню. Значит, сейчас свет хуже, костюмы хуже. Я так понимаю, чем были бы. Нет. Вот, допустим, был пример, когда создавался групповой номер. В групповой номер нужно вложить определенные деньги. Очень серьезные. По нашим меркам. Это, конечно, по масштабу страны это три копейки. Но серьезные деньги. Нужно, чтобы было потрачено время. Значит, что туда в комплекс идет? Значит, нужно найти этих людей, которые будут участвовать в этом номере. Потом нужно их привезти, нужно их расселить, потому что это в основном не москвичи. То есть надо платить за жилье. Нужно платить им достойную зарплату, чтобы они не ходили, не побирались. И потом, когда из них что-то слепят, чтобы они не убежали еще куда-то. И когда вот это все вместе называется бюджет. А потом костюмы, потом бузы. Вот это все, когда складываешь, получается, что отбить это... Нет, вы мне рассказываете про то, что цирк – это очень дорогое удовольствие. Я думаю, что... Нет, вы сейчас задали вопрос, что если у вас будет много денег, мы найдем куда-нибудь. Я задал другой вопрос. Денег много нет, а уровень, тем не менее, мировой. Как такое может быть? А как... Почти 20 лет назад те же самые ребята, не будь дураки абсолютно, умницы, молодцы, и Гилья Либерте, и Жиль-Сан-Круа приехали в Москву, собрали здесь всех, кто что-то умел делать. Вывезли в провинцию Кебек, идти, сделали цирк Дюсселей. Это наши все. Наши специалисты, наши тренеры. И репетировали ранее в Циркино-Цветном бульваре. В Циркино-Цветном бульваре. Вот оттуда все, извините, оттуда ноги все растут. Поэтому мы лучше, потому что мы это умеем. У нас остались люди, остались традиции. У нас осталась атмосфера всего этого. У нас люди, которые хотят делать. Человек, который выступает в Циркино-Цветном бульваре и в каком-нибудь западном цирке, артист получает одинаковые деньги? Сегодня практически да. Если брать сам гонорар, он может быть немножко ниже. У вас? Да, у нас. Ну, потому что, во-первых, мы платим в рублях курс, который все время прыгает, потом не в Америке живем. Но у нас есть ряд особенностей, которого нет в цирках за рубежом. Мы сами шьем в костюмы свои деньги. Мы делаем реквизиты. Если нужно, обновляем чинин. Мы приглашаем педагогов, приглашаем режиссеров. Композиторы пишут авторскую музыку к дуберам. Это все за наш счет. Этим артист добирает до тех, может быть, небольших денег, которые он получил, работая в западном конвейере, в западных цирках. Мы сейчас столкнемся с другим, наши артисты, которые здесь, у нас в программе не участвуют. И мы предлагаем контракты в Европу, в Америку, в Японию, в Китае. Они говорят, нет, мы лучше здесь посидим подождем. Им здесь лучше сегодня, комфортнее работать, чем работать в Европе. Если раньше все ломились туда. Комфортнее, потому что вы обеспечиваете все, о чем вы сказали. Да, и подвали здесь дома. Скажите, пожалуйста, я хочу вас, Ирмаксин, спросить, как у начальника отдела спецпроектов. Есть ли большое количество зарубежных цирковых артистов, которые хотят выступать в Москве, в церкви на Санабуреване? Полно. У меня почта рабочая обрывается постоянно. Это очень важно, потому что у нас ощущение, что все от нас едут. А на самом деле к нам тоже много. Очень много. Из Европы, из африканских стран постоянно приходят заявки. Мы такие-то, такие-то, посмотрите наше видео. Мы свободны с такого-то по такой-то период. Пожалуйста, берите, работайте. Там серьезные люди или это все... Это артисты сами присылают. Ну, артисты серьезные? Разные. Абсолютно разные. Есть уличные варианты, совсем негодяющиеся. А есть хорошие, на фестивале работают. Я добавлю, очень многие серьезные в 40-м мире люди, там, как правило, семьи, там, семья Казартели итальянских. Гриусы те же самые во Франции. Они бы хотели приехать в Россию, но все боятся одного, у них животное. И они боятся, что их обратно просто не выпустят. По сегодняшним, всяким дурацким нашим этим ограничениям и прочим, и прочим. Вот чего боятся. Но стремятся. Хотят, они очень хотят. Вы знаете, цирковая биржа, он маленький, все друг друга знают. И наши артисты, они все время общаются. Сегодня артисты другие, не те, которые школу-то не кончали никогда, только всю жизнь предметы кидали. Сегодня все оканчивают вузы, владеют языками разными, причем не одним даже. Все торчат много времени за рубежом в цирках, общаются. Сейчас интернет, сейчас фейсбук, инстаграм, они все обмениваются. Сейчас случается, что-то в Японии, уже знают об этом в Австралии. Это проблема никакой. Поэтому американские, европейские артисты или африканские артисты, они знают, что здесь происходит. Они слышали, они хотят. Скажите, пожалуйста, Анастасия Стыкан-Федотова будет выступать сейчас где? Это кто-нибудь знает? Вот она победила, Монте Карл. Дальше что с ней будет? Ну, понимаете, дело в том, что такого уровня серьезные номера найти работу вот так в один день. Тем более, что ее в Европе-то никто не знал, ее только увидели первый раз там. И предложений много, но эти предложения, они не вот на завтра, не через месяц, а, допустим, на конец года, на Крисмос, на следующий сезон. Потому что люди уже планируют свои сезоны. И сейчас у них это... Сейчас вдруг, если что-то с кем-то там произойдет... Да, лет удастся. То есть ее там не расхватывают немедленно все? Расхватывают на будущее. Расхватывают весь время. Понимаете, я завтра... Мне придет, не знаю, на почту ссылка. Я смотрю ссылку, это роскошный домер, сумасшедший просто. Ну, я бы с удовольствием взял бы. У меня программа сейчас работает до конца августа. То есть, можно говорить, только до октября предварительно. А то и до следующего февраля. Все же верстается заранее. Как интересно все у вас. Я думал, человек председает Наты Карла, и просто его завтра... Правильно? Завтра он должен выступать. Ну, не завтра. Нет. Нет, если есть возможность у кого-то, если такое есть, то да. Все хотят первыми, конечно. Скажите, пожалуйста, Выбрид Владимирович, очень часто и много говорят про особую атмосферу цирка на Цветном бульваре. Она в чем? Ну, Вы знаете, даже когда построили новое здание, и даже когда в старом здании поменяли опилочный, манежно-резиновый, потому что в старые добрые времена было опилочный, манежно-резиновый, вот этот за кулисами запах, аромат этого цирка, он остался. Даже в новом здании остался аромат старого здания? Как это может быть? Это противоречит всем законам, кроме цирковых? А цирк? В них по своим законам живет. Абсолютно. И поэтому, как у нас говорят, тот, кто один раз почувствовал запах опилок цирковых, уже это пропащий человек. Вы вошли в старый цирк, на его месте построен новый цирк. Новый старый цирк. Вы вошли в новое здание. Вот было ощущение, что это новое здание? Конечно. Но атмосфера так же, а здание новое. Ну вот, все, манежка как был 13 метров. Он так раздал. Он во всем мире такой. Ну не во всем. Зал, колонны как стояли, так они и стояли. То, что стала свободнее закулисная часть, комфортабельная, гримерная. И, конечно, вот это... Я вам задам такой мистический вопрос. Вот есть такое понятие намоленное место, вы знаете. Вот это место нам... Осталось ощущение, что новый старый цирк – это намоленное место? Да. Объяснить не надо. Даже у артистов скорее. Ну, понимаете, я говорю, что вот я первый раз попал в этот цирк. Потому что не был цирк Никулина. Это был где-то 64-й год. Перелез через забор с пацанами. И, значит, мы там через конюшню пробирались. Потому что нас поймали. Зачем? В цирк попасть просто. Просто смотреть? Да. Ну, понятно, что нас поймали. С милиции вывели. Мы тут же через другой забор опять залезли. То есть тяга... Вот она была к этому. Но с детства я никогда не думал, что я буду работать в цирке. Это все так случайно, спонтанно произошло. А уж то, что я буду работать с животными. Ну, слава богу, я уже закончил. Я не работаю несколько лет с животными. Но до сих пор, когда иногда ночью мне снится сон, что я переезжаю из города в город со своей кучей животных, я просто в холодном воду просыпаюсь и говорю, нет, нет, больше никогда в жизни. Скажите мне, пожалуйста, Юрий Максимович, что такое программа «Королевский цирк»? Это... То, чего никогда не было в нашем манеже. Это что-то новое. Кому-то, может быть, покажется, что... стало меньше цирка, больше шоу. Но... Такого никто никогда не видел. Это можно как-то конкретизировать? Или вы бы хотели просто заинтриговать? Ну, во-первых... Ну, там все есть, вот там есть, там, я не знаю, акробаты... Там есть все элементы присутствуют. И дрессура, и акробатика, и балет, и оркестр с живой музыкой, и замечательный свет, и... Там есть все, что нужно для цирка. Плюс? Плюс вот что-то вот такое, чего... Плюс совершенно другое. Привнес Гия и Радзе. Я даже не знаю, как это можно привыкать, направление. Да нет, это... Это другое совсем направление. То есть мы такого никогда не показывали, Москва такого, и, думаю, что Россия, такого никогда не верила. Это по единственным проектам в нашей истории настолько емкий по всему. И по труду, и по времени, и по бюджету. Ну, если учесть, что мы его готовили 4 года. Вот этот проект, премьер, мы готовили 4 года. Скажите мне, Николина, вы можете сформулировать, что это так, или это неформулируемо? Вы все расскажите, что что-то такое есть. Просто у вас перед глазами стоит эта программа, вы ее видели. Большинство людей приходится... На пальцах на пальцах. Мы на телевидении находимся. Это... Многие, кто придут, будут в шоке. Наверное, в шоке позитивно. Многие скажут, что мы изменяем нашим направлением классического цирка. Традиционным. Неправда. Это тоже цирк. Просто немножко другой. Или множко другой, я не знаю. Там очень сильная хореография. Там совершенно иная подача номеров. Там иное представление вообще о работе с животными. Люди, которые придут, они это все увидят. Там животные, которых я в цирке выросший никогда в жизни не видел в манере. Это лемуры, например. Видели лемуры в цирке? Очень хорошие животные. Да, я тоже никогда. А они скунса, ребят. Причем такого беззвучного скунса. Спокойного. А лемуры выполняют цирковые номера? Ну, лемур, как животное, он ничего не может такого выполнить. Ну, они уходят по манежу, бегают по веткам, перелезают. Просто любопытно. В своей жизни совершенно живут. Ну, в манеже такого не было. Там роскошная совершенно клетка традиционная. 12 тигров и львов одновременно. Там впервые, во-первых, работают дрессировщики с Амгией, с партнершей. Но у него еще в клетке ассистенты в это время находятся. Которые очень ненавязчиво там присутствуют. И как охрана, и как люди, которые помогают им видеть декорации и аппаратуру. Там все немножко другое. Вот люди, которые смотрели вчера прогон, мои друзья, члены моей семьи, которые постоянно уходят уже из года в год, это 20, наверное, на все проекты. И кто-то говорит, мы сначала не поняли, а где цирк-то вообще? Вот мы сидим, там 5 минут проходит. А на самоке пробежали, там 10 минут проходит. А цирк-то где? И только потом вдруг начинаешь понимать, что это цирк. И цирк настоящий. Просто не совсем такой, к какому привыкли. Вы видели? Прогон. Я даже в нем участвую. А у вас какое ощущение? Вот у вас у человека, который всю жизнь занимался, ну, скажем так, плохое слово, традиционным цирком. Вдруг вы попадаете в представление, про которое, как говорит директор, могут сказать, что это вообще не цирк. У вас ощущение внутри него какое? Да нет, нормальное абсолютно отношение. И нормальные цирки. Там присутствуют номера. То, что там буйство красок и буйство костюмов, которые, ну, я такого не видел нигде. Потому что, слава богу, это... Да, конечно. Конечно, это цирк. Это цирковое шоу, скажем так. Вот слово тоже не люблю, а не русское. Вам приходило бывать в Элисе? Нет. Мне тоже. Но это то же самое. Ну, наверное, Малян Руш. По качеству костюмов, по качеству хореографии, по качеству номеров, Малян Руш тоже есть номера цирковые. И в Фоли Бержер в Старом тоже были цирковые номера. Это шоу-программа, которая... Куда выше, а гляньте. Да. Причем это не хуже, поверьте мне. А где-то даже и лучше. То, что касается цирковой составляющей, тут вообще равных нет. А еще и животные. Где столько животных? Видите, 70 видов животных у него в программе. Вы знаете, я хочу... Для вас, наверное, это будет неожиданно. Я хочу вспомнить человека, про которого очень редко говорили. Просто меньше года назад ушла ваша мама, Татьяна Николаевна. Про него чрезвычайно мало говорили. Мне кажется, несправедливо. И поскольку она недавно умерла, я хотел у вас спросить. Очень трудно задавать что сыну, что внуку вопросы про маму. Что спрашивать про маму? Я спрошу вас так. До какой степени велика ее роль в том, что мы знаем и помним, и любим Юрию Николину? Ну, как говорят, ведь у каждого великого мужчины должна быть рядом великая женщина. Я к этому добавить ничего не могу. Где заканчивается и не кончается влияние. Где начинается и не заканчивается. Где... В чем заслуга. И... Наверное, во всем. Понимаете? И... Когда один человек делает другого, а другой помогает ему тем же самым. Здесь... Я никогда отца с моим отдельно рассматривал. При всем, как талантливый отца, я их всегда видел вместе. Я не могу о них, в принципе, как двух людей говорить, и оценивать их порознь, и качество одного, качество другого, тем более сравнивать, анализировать. Нет, это единый целый пол. Это безумная редкость. Скажите, Юрий Максимович, а Татьяна Николаевна была стройкой бабушка? Вы переносили двойку. Не, в этом плане... Никогда такого не было, потому что в основное время, которое мы с ней проводили, это было лето, это каникулы. Там двойку сложно принести. Двойка. Вот. Но да, она... Так скажем, вот... Она вас воспитывала, говорила? Семья Никулиных. Она была тем человеком, который могла и подзатыльник дать, и крепкое слово сказать. Так. Жесткий человек. Ну, вот в плане воспитания она могла проявить. Вот диалектика, кстати, мягкий, но жесткий. И вас тоже могла подзатыльник дать? Да, да, я имею в виду. Папа никогда. Да, Юрий Владимирович никогда. Папа не убил, вот это он, сражая. Он и нас-то никогда с братом не ругал. Хотя мы не были самыми послушными внуками. Скажите, пожалуйста, Борис Владимирович, вот Юрий Никулин заложил что-то в этот цирк, чего до него не было. Ну, как мне кажется, как зрителю. Вот что, с вашей точки зрения, самое главное продолжает сын Никулина от того, что заложил его отец? Ну, мне кажется, первое основное – это коллектив. Потому что вот как пришел Юрий Владимирович, по-моему, с тех пор мало что изменилось в составе руководства цирка. В КБ-90-й годах. В КБ-90-й годах. И вы ничего не меняли? Зачем? Это лучше КБ-90-й год. Это профессионалы, как я могу, я могу кого-то обидеть, вообще что-то кому-то говорить и учить. Но дело совсем другое. Просто если кто-то из жизни уходил, тогда, естественно, а так, в общем-то... То есть Максим Юрьевич, придя в цирк, не стал говорить, я теперь здесь главный, и все будет по-моему? Нет. А атмосфер... Чем больше глупости придумать, я невозможно с собой. Вы знаете, сколько народ так говорит? Ну, вы знаете, что я сейчас говорю. Самое главное в атмосфере, вот вы говорили, что она осталась старой, самое главное – мне что? Ну, вот я, опять-таки, по себе могу сказать. Вот, допустим, когда я работал, еще был молодым артистом, понятно, что мы там из города в город переезжаем, есть какие-то маленькие переезды, и можно побыть в Москве, тем более, что я москвич. Первым делом шли, конечно, в цирк на Цветном бульваре. Ну, тогда и того навернадского цирка не было, а был этот цирк единственный. И вот туда забьешься на лестнику наверх. И даже трудно вспомнить, что там показывали на манеже, но когда ты сидишь, и ты для себя что-то придумываешь свое. Я думаю, что вот эта вся атмосфера, которая вот в этом цирке была, есть, я надеюсь, что она будет, ну, представьте, сколько великих людей выходили на манеж этого цирка. Сколько великих людей посещали этот цирк, как зрители. Ведь еще мне, слава Богу, повезло, посчастливилось то, что в бытность Леонида Ильича Брежнева, который любил цирк, он приходил. И с гордостью, когда мы с гордостью говорили, что сегодня вечером, мне аплодировал Брежнев. А как реагировал Брежнев на клоунов, например? Нормальный человек. Он очень любил, очень любил цирк. Скажите мне, пожалуйста, Максимович, мы можем бесконечно стенать, я уже не в первой передаче стенаю, по поводу того, что надо больше внимания, надо больше внимания. Что можно практически сделать? Нужны какие-то постановления, указы? Что нужно сделать, чтобы внимание к цирку было такое, которое, как вам кажется, необходимо? Понятия не имею. Меня спрашивают, а работать не пробовали? Скорее всего, просто работать и надеяться. Мы все все-таки, у нас оптимисты. Потому что, а что мы можем сделать? Можем только рассказывать, показывать. Мы тоже ничего больше не можем делать. Приглашаем вас и говорим про цирк. Но как-то кардинально эту ситуацию изменить нельзя? Я не знаю. Наверное, можно. Наверное, можно, если бы кто-нибудь из других государств пришел в цирк. Потом где-нибудь об этом сказал бы еще. Хорошо бы. Как-нибудь у журналистов. Был в цирке, очень хорошее впечатление позитивное. Всем бы советовал. И тогда что? А тогда люди, которые исполняют обычно и смотрят в рот, они бы поняли, а, интересно, это он сказал. Помните, Эскандера, да? Интересное начинание, между прочим. Как из Латуры. И все завертело сразу. Все одна фраза была. И привет. Там же только исполнители. У нас так, к сожалению, выстроено все. Если сверху пойдет, интерес. Интерес и доброжелательность. Потому что подписана президентом программа развития российского государственного циркового искусства там на какое-то время. Отлично. Там только нет одного, кто это будет делать. Как это будет развиваться? Это то, что написано. Шире размаха статистического соревнования. А кто будет его ширить, неизвестно. Или борьтесь с техническим прогрессом. А с кем бороться? Кто против? Та же самая история. А вы себе и кто-то там из наших власть претержащих отчет не отдавал о том, что цирк, вообще цирк, как искусство, не обязательно находится на Святом Бульваре или в Нижнем Тагиле. Это место первого свидания каждого человека с культурой. Все с культурой национальной. То, что маленького человека первым делом приводят не в Третьяковку и не филармонию ведут, и не оперу, а ведут цирк. И вот от того, что он там увидит, начинается формирование того, его отношения к культуре в целом. А у вас есть по этому поводу какие-то собственные мнения, что можно принципиально сделать, чтобы внимания было больше? И внимание прессы, и внимание власти. Здесь опять же таки все от верхушек зависит. Я вот сколько уже работаю... Что же у нас такое? Все, что не происходит, все отзывается. Я вот сколько не работаю с прессой, с телеканалами, с радио, с любыми печатными, пишущими СМИ. Вот у нас начинается запуск программы. Рассылаются пресс-релизы, фотографии, все красиво расписано, кто что народный, заслуженный. Ну, это же красиво, это правда. Ничего не придумывается, просто так. Начинаю всех обзванивать. Все там, да, очень интересно, все прям должно быть очень здорово, кто будет там, животные, превосходно. Присылай заявку, мы поговорим с руководством, с редактурой. И как бы на этом все заканчивается. Редакция говорит, что у нас это сейчас неинтересно, сейчас там другие проблемы. Вот если оттуда... Это история болезни мне рассказывать. А результат, эту историю болезни можно убедить только каким-то решением с высоты. Да, конечно. никак по-другому. И сам цирк, сам цирк ничего делать не может. Нет, можно вложить бешеные деньги в верхушку. И тогда все будет замечательно. И для них а вдруг запрашиваются молока. Ну да. И кузнечик запилик. То есть, по сути, что мы можем делать? Мы можем только обращаться, обращаться с просьбой, обратить внимание. Да. Успех, успех придет тогда, когда люди, которые занимаются цирком, я веду цирковые профессионалы, они осознают окончательно о том, что спасать этого круга не будет. И нужно все самого уделать. Говорят, а почему вот цирк на Цветовом Барваре такой вот, как бы успешный? Потому что он частый. Ты чего подумаешь, мы поняли, что спасение утопающих только наших рук делал. А почему ГИИ-коллектив такой успешный? Потому что он понял, что нужно делать все самому. Вот такой, мне кажется, оптимистический финал нашей беседы предложил Максим Юрьевич Никулин, генеральный директор и художественного московского цирка Николь на Цветном Бульваре. Вместе с ним был Юрий Максимович Никулин, начальник отдела рекламы и специальных проектов Московского цирка Николь на Цветном Бульваре. Борис Федорович, Борис Владимирович Федоров, простите, Борис Владимирович Федоров, дрессировщик, шпрех, штальмейстер, yes, в искусство, заслуженный артист России. Вы знаете, я заканчиваю нашу беседу. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что получился, мне кажется, такой острый разговор. И я все время надеюсь, что нас услышат. Я каждый раз делаю передачу, надеюсь, что нас услышат. А мы это как надеемся. А закончить я хочу такими словами, не моими. Цирк не парк, куда вы входите, грустите, отдыхать. В цирке надо не высиживать, а падать и взлетать. И под куполом, под куполом, под куполом скользя. Ни о чем таком сомнительном раздумывать нельзя. Все костюмы наши праздничные, смех и суета, все улыбки наши пряничные не стоят ни черта перед красными султанами на конских головах, перед лицами, таящими надежду, а не страх. Эти стихи написал Булата Куджава, посвятил он их Юрию Владимировичу Никулину. Я, Андрей Максим, с вами прощаю. Всего доброго, до свидания, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова